Обсудить законопроект о выборах президента и депутатов Джигур Кукинеша мы сегодня пригласили к нам в студию члена Центральной избирательной комиссии Абдаджапара Бекматова. Здравствуйте, Абдаджапар Капырович. Здравствуйте. В одном из интервью вы как-то отметили, что при разработке нового законопроекта вы изучили все мировые системы проведения выборов, ну и в частности предыдущий опыт проведения выборов в нашей стране по партийной системе, приняли во внимание менталитет народа. Но вот скажите, все-таки по предлагаемому новому законопроекту, почему, на ваш взгляд, и вот разработчиков законопроекта, вот именно выборы по смешанной системе наиболее оптимальны и приемлемы для нашей страны? Вы правильно заметили, рабочей группой было рассмотрено очень много типов, очень много систем, избирательной системы, и было принято решение рабочей группой разработать именно выборы депутатов парламента по смешанной системе. То есть здесь основная норма заключается в том, что парламент представительный орган. Чтобы обеспечить представительность всех регионов, мы разработали и внесли предложение именно провести в депутатах парламента по смешанной системе. То есть по мажоритарной системе 35 депутатов или 36 депутатов избирается по мажоритарной системе, а остальные 55 или 54 по пропорциональной системе, то есть там участвуют, ну мы уже привыкли, участвуют политические партии, утвердив свой список кандидатов. Основными новшествами разработанного законопроекта является снижение избирательного залога. Раньше было 5 миллионов политические партии внесли, сейчас они, политические партии в размере 1 миллиона должны внести избирательный залог. И избирательный порог тоже опущен, то есть раньше было 7%, сейчас до 3% снижен. И при образовании избирательных округов одномандатных, по пропорциональной системе образуется, ну вся территория ФРС объединяется в один избирательный округ, а при мажоритарной системе они образовываются 35 одномандатных округов. Здесь учитывается количество, ну примерно равенство количества избирателей, то есть у нас, если принять во внимание, у нас избиратели всего в республике 3 миллиона 600 тысяч избирателей, они образовываются, если образовать 35 округов, то они разделяются на, ну примерно по 100 тысяч избирателей в одном округе. И здесь еще важный принцип, это сохранение административно-территориального единицы, то есть по городам Бишкек и Ош и остальные 7 округов, областей, они должны примерно придерживаться в пределах этих административно-территориальных единиц. Вот мы с вами перед интервью беседовали, да, насколько вот сохраняется вот эта квота при проведении выборов по смешанной системе для женщин, для национальных меньшинств, для лиц с ограниченными возможностями здоровья? Ну, при мажоритарной системе это очень трудно, это сложно, а при проведении по пропорциональной системе выборов депутатов парламента, то вот эти квоты обязательно сохраняются, то есть при составлении списка кандидатов политические партии должны, обязаны учесть представительность всех слоев населения, например, там должны присутствовать лица ограниченными возможностями, нацменьшинства, молодежи, представительность женщин, обязательно они обязаны учесть, например, по гендерным вопросам, то раньше, если помните, норма была через каждую четвертую женщину, а здесь в законопроекте внесена норма, что каждая третья должна женщина, поэтому по этой норме, думаю, что политические партии должны учесть, и представительность всех категорий наших граждан будет обеспечена в парламенте. То есть, получается, это все будет сдерживаться вот именно за счет партийных списков, за счет пропорциональной системы. Еще один такой важный момент, насколько известно, то есть если депутат был избран по одномандатному округу, то есть по мажоритарной системе, и его полномочия досрочно прекращены, заново организовываются выборы? Да, при образовании вакансии, то есть при досрочном прекращении полномочий депутата, то в этом округе, в этом одномандатном округе проводятся выборы. Выборы не проводятся только, когда остается до окончания срока полномочий, за 6 месяцев тогда выборы не проводятся, а в остальных случаях проводятся там заново до выбора, и мы будем в том округе, где был прекращен полномочий депутата. От того округа, от которого он шел, там заново выборы. А вот по партийной системе, то у них целый список, если у кого-то, у депутата прекращается полномочия, то его мандат передается следующему. Следующему по списку, ну как бы и было, да. Ну вот этот момент мы тоже с вами обсуждали, давайте вот все-таки еще раз его разъясним. Смотрите, вот именно, допустим, что касается регионов, областей, да, то есть там, где будут выдвигаться кандидаты по одномандатному округу, то есть мы же понимаем, да, в любом случае есть где-то, да, то есть определенные богатые люди, которые будут, ну так скажем, продвигать своего определенного кандидата, да. То есть опять-таки некоторые аналитики, эксперты говорят, что, ну, например, в данном случае снижаются шансы, опять-таки, да, тех же женщин, той же молодежи, должны быть избранным от того или иного округа по мажоритарной системе. Вот это ведь тоже на самом деле риск? Да, есть риски при проведении по мажоритарной системе, то есть риски, поэтому, чтобы был противовес, вот это мы предложили, что выборы проводятся по смешанной системе, и там, если там какие-то, ну, не будет представленность других категорий, то по пропорциональной системе они будут обеспечиваться. Вот при образовании округов должны учесть, при образовании избирательных округов обязательная норма, чтобы количество, примерное количество избирателей был, например, в пределах 100 тысяч, и чтобы административная территориальная единица тоже сохранялась. Например, по Бишкеку, если мы знаем, что в Бишкеке более 400 тысяч избирателей, в городе Бишкек будет образовываться, в городе Бишкек будет образовываться 4 одномандатных округов. В Баткене, например, там, в Баткенской области количество избирателей составляет 305 тысяч, там образовываются 3 избирательных округов, и дальше вот по областям будет образовываться примерно 100 тысяч избирателей, образовывается один округ. От одного округа проходит один кандидат. Там будет выдвигаться, при предложенном законопроекте выдвижение кандидатов в мажоритарный одномандатный округ имеет право политические партии и граждане путем самого движения. То есть на выборах избирателям будет дано 2 бюллетеня. В одном он голосует за партию, в другом, собственно, по мажоритарности. По мажоритарности, по избирательному округу своему и по единому избирательному округу, то есть по партийной системе. Спасибо большое, Абдаджапар Гапырович, за беседу, за то, что пришли к нам в студию. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был член Центральной избирательной комиссии Абдаджапар Бикматов. Мы обсудили основные изменения, внесенные в законопроект о выборах президента и депутатов Чугур-Кукинеша. И продолжаем выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok